Скажите, пожалуйста, вот, исходя из того, что говорилось в лекции, что нужно торопиться понять свое положение и что нам нужно делать, да, то, чтобы там смерть не за горами. Вот периодически в жизни видишь какие-то события, там, например, вот, там, сегодня в метро, там, упал мужчина молодой, ну, практически замертво, да, то есть просто стоял и упал, да, вот так вот ненароком задумываешься о том, что вот, ну, так, в принципе, любой может, ну, то есть мы не знаем, когда это к нам придет, да, и вот в такие минуты понимаешь, что нужно бежать прямо вот семимильными шагами, но в обычной, как бы, ну, в обычной ситуации как-то это все так вот замыливается, замыливается, и как ты уже думаешь, планируешь там на завтра что-то, на пост и завтра, и там еще что-то, вот как, ну, есть какой-то способ возвращать свое сознание вот в какой-то такой вот в тонус, да, чтобы вот все время знать, что вот я не вечен. Да, да, это называется садана. Садана, это, ну, вне зависимости от того, помню я, что смерть есть или нет, я все равно иду и слушаю Шамадбхагавату. И когда я начинаю слушать Шамадбхагавату, мне опять напоминает, что смерть есть. Сегодня, видите, опять пришлось напомнить. Таков Бхагаватан, он об этом, он о жизни и смерти, он напоминает об этом. Садана. Садана, это некоторое механическое действие садана, но это механическое действие, оно приводит к тому, что я возвращаюсь в правильное настроение. И возвращаюсь в правильное состояние сознания. И возвращаюсь к правильной медитации. Я начинаю опять правильно осознавать свое положение. Да, поэтому могу, не могу, хочу, не хочу. Есть определенные действия, которые я должен делать. Поэтому я просто делаю их, все. Не важно, позволяет мне мое здоровье, не позволяет мне мое здоровье. Я должен идти и делать это. Просто потому, что это возвращает меня к реальности. Если я пропущу и не сделаю это, ну, кто будет виноват? Я сам буду виноват. Поэтому называется садана. Садана, это то, что мы должны делать. Слушать бхагавату мы обязаны. Мы обязаны каждый день слушать бхагавату. Только это может нас вернуть в течение дня к правильному миросозерцанию, к правильному миросмыслению. Если я этого не делаю, какими бы ни были важными дела, я их делаю с неправильным настроением. А значит, и результат будет неправильный. В конце концов, будет все неправильно, все закончится неправильно. Потому что был неправильный мотив, было неправильное мировоззрение, был не тот вектор. Поэтому нужно восстанавливать свой мотив, восстанавливать свое видение. Это обязанность. Хочешь, не хочешь, надо это делать. Садана. Поэтому в садану входит очищение тела, мы должны это делать. Но тело мы очищаем для того, чтобы в чистом теле дальше очистить свой ум. Только для этого мы тело очищаем. Если мы тело очистили, но дальше не очищаем свой ум, не слушаем бхагаватам, то это говорится о омовении мертвеца. То есть помыли, но толку нет никакого. Мертвеца тоже омывают. Но толку нет от этого никакого. Жизнь не появляется. Поэтому мы совершаем все эти очистительные мероприятия, очистим зубы, омовение принимаем, с мылом тремся. Только для того, чтобы уму было потом легко послушать бхагавату. А так, если мы все-все потерли, но бхагаватам не послушали, просто тело осталось с довольным, о, меня потерли. Телу всегда приятно, когда его чешут. Нет, надо с умом разбираться. Тело должно стать легким, чтобы потом в этом легком теле дать легкость уму. Дать уму послушать о высшем. Потому что ум изначально он такой утяжеленный, он гирий придавленный. В нем тяжелые мысли, тяжелое мышление. Вот этот вот маха грех. Его мучает, прижимает к земле, заставляет думать о низменном. Поэтому мы должны его облегчить. Дать ему возможность возвыситься. Отправить его вверх. И он будет естественно думать о возвышенном. Если его оторвать от низменного, и направить его вверх, он будет какое-то время думать о высоком. На какое-то время его хватит. Скажите, пожалуйста, этот демон, он же поклонялся Шиве. Да. Вот Шива, святая личность, чистая. Почему не менял сердце этого демона? Как же не менял? Вот он начал Вишну поклоняться. Он был предан Шиве, Шива увидел, что он ему предан. И дал ему правильное наставление поклоняться Вишну. Очень даже все здорово закончилось. То есть, а весь этот момент до того, как появился Шива... Вот он очищался. Стал способен воспринимать... Как только он стал способен принимать все наставления от Шивы, Шива ему дал наставление поклоняться Вишну. Спасибо. Бывают такие пути интересные. Каких только путей нет. Каждый идет своим путем. Поэтому так иногда вот бывает. Но это эксклюзивная история. Не нужно ей следовать. Необычная история. Не всем так везет. Некоторые просто в наркоманов превращаются. Становятся наркоманом. Не каждому так везет. Подскажите, вот если немножко вернуться к ситуации с эгоизмом, но на более тонком уровне. Ну, вроде как с хорошими мотивами. Делаешь поступки в лагосе. Какие ты исполняешь обязательства. И джапы нужно эти числа читаешь. И служишь другим. Пожертв не отдаешь. Но в результате все равно приходит какое-то удовлетворение, от которого становится легко, приятно. Ну, и думаешь, вот какой молодец. Сделал то, что должен. Вот как с этим тортым моментом эгоизма, какой настрой, как это воспринимается? Когда человек повторяет святые имена с желанием получить спокойствие и удовлетворение, это называется намакшара. Это не повторение святого имени, это повторение букв. Я так называется намакшара или повторение алфавита. Кшара, алфавит, намакшара. То есть это очень благоприятно для сознания, сознание очищается. Ну, это не служение Богу. Поэтому человек получает материальный результат, успокаивается. Как материалисты говорят, если выровнять дыхание и бубнить на любую мантру, то ум все равно успокоится. Они в этом правы. Если что-то бубнить, то ум успокоится. Как мы говорили, материалисты ходят, что-то все время бубнят, чтобы все сдохли, чтобы все сдохли. И у них ум успокаивается. Сталина на вас нет, Сталина на вас нет. Но это материальный результат. Материальный результат, который только все усложняет. Нам не нужно спокойствие. То есть спокойствие это очень опасное состояние. Спокой, значит, меня все устраивает. Что тут меня устраивает? Что тут может меня устраивать? Это очень странное состояние, когда меня все устраивает. Очень странное. То есть человека думающего тут все вообще не устраивает. Тут все очень странно. Болезни, старость, смерть. Это не может устраивать. В ключе меня это не устраивает. Это реально мешает жить. Болезни, старость и смерть реально мешают жить. То есть ты даже не можешь сделать то, что должен. Хотя все на тебя рассчитывают. Как это может устраиваться? Поэтому не нужно нам это успокоение. Не нужно оно нам. Нам нужно правильное понимание, что делать. Вот что нам нужно. То есть нам нужно правильное беспокойство. Правильное беспокойство. И должен научиться правильно беспокоиться. То есть правильной активности. Я должен научиться правильной активности. Это успокоение, оно ничего не стоит. Ну, успокоился и что. То есть это как водитель. Ну, чтобы ни в кого не врезаться, поставлю машину в гараж и буду в ней сидеть. Спокойно в гараже закрылся, сижу. Вообще безопасно. Но ты никуда и не едешь. Так же и вот эта попытка, попытка. Попытка вот эта спрятаться от мира, она ничего не дает. Это неправильный вывод. Мне постоянно приходят письма одни и те же. Вот я прочитал Бхагавадгиту. В какой монастырь уйти? Я говорю, а зачем в монастырь уйти? Вас там никто не ждет. Там нужны активные люди, а не те, кто идут, чтобы отдохнуть и ничего не делать. Монастырь – это место активности, а не место успокоения. Людей полностью неправильная мера восприятия. Пойду в монастырь, лягу, буду спать. Да ты вообще спать не будешь. А тем более лежать. Там лежать негде. Там нет кровати, не на чем лежать. Есть специальный человек, который не дает нормально лежать и спать. Поэтому это точно не в монастырь. То есть нужно очень хорошо понять, что это такое. То есть это позитивное беспокойство. Позитивная деятельность. Это не прекращение деятельности. Это, скажем так, изменение качества деятельности. Качество деятельности. А сама деятельность, она даже усиливается. Даже становится более активной. То есть человек, духовно развивающийся, это более деятельный человек. В нем еще больше активности. Так как он уже не боится проявлять свою активность. Материалист боится проявлять свою активность. Там есть такая формула. Как это называется? Наказуема. Инициатива наказуема. То есть они чувствуют карму. Чувствуют, реально чувствуют карму. Начнешь инициативу проявлять, и только одни шишки вообще. Только одна проблема. А здесь человек понимает, что даже если проблемы придут, то это будут духовные проблемы. Это будут очищающие проблемы. Это будут позитивные проблемы. От этих проблем я только еще больше разовьюсь. Поэтому он не боится активность проявлять. И проявляет ее еще в два раза больше. Вот если в результате активности, из-за своего беспокойного ума начнутся оскорбления Святой Личности. И мы получим обратный результат. То есть или это тоже своего рода очищение будет? Оскорбление, в итоге падение, и потом долгий путь обратный. Что значит оскорбление? Вы будете бить Святую Личность или что? Нет. Ну оскорбление, я так понимаю, даже если это может быть несогласие какое-то, критика опять-таки. Не факт. Смотря на каком уровне находится человек? Не факт. А смотря какой уровень деятельности у вас, если у вас уровень решения какой-то такой проблемы, которую нужно решать на материальном уровне, можете хоть заоспориться. Все будут только рады, что вы спорите. Какая проблема? То есть это не так, что вам говорят все, крути гайку налево. А вы видите, что нужно направо. А вам сверху сказали, нужно налево и крутите налево. Я смиренный. Нет, вы должны сказать, нет, тут лучше направо крутить. Скажу, да, действительно, ну пожалуйста, хорошо. То есть что в вашем понимании оскорбления? Ну вот я думал, ну это же, можно не просто спорить, можно просто критиковать в себе, про себя, что я лучше. Критиковать это значит не предлагать конструктивного решения. Ну да. То есть если вы просто подходите к святому и говорите, ты не кто, я лучше, то это да, это критика. Но это же надо еще умудриться вот так вот. То есть от того, что я... Где вы такое видели? Я такого не видел, даже не видел. Нет, от того, что я мыслю или говорю, это есть разница получается. То есть даже если я мыслю, мысль это ничего. Это не оскорбление. Ну мысль мы и так, мы же уже выяснили, что у нас эго выше крыши. И мы изначально великие. Нас еще в детском садике на табуретку ставили, чтобы мы стих читали. И потом хлопали. О, молодец. Эго раздували с самого рождения. Поэтому, ну раздуто, да. Но просто не нужно это активно проявлять, свою эго. Не нужно. То есть оно само потихонечку отомрет. Ну а так, чтобы прямо вот, прямо оскорбительно себя вести, это еще надо умудриться. То есть это редкий случай. Это уж совсем какое-то помешательство. А так обыкновенный быт, то есть бытовая ситуация. Тут поговорили, там поговорили, тут немножко поспорили. Тут решили, ну куда гайку крутить. То есть обыкновенный быт. Быт он такой. В нем нужно немножко уметь отстоять свою точку зрения. А то всем же хуже будет.